Друзья, всех приветствую на торговой сессии понедельника. Мы снова на финансовых рынках и продолжаем говорить о ключевых фундаментальных событиях, которые влияют на динамику финансовых активов. Не забывайте подписываться на наш канал о маркетсе, оставляйте ваши вопросы в секции с комментариями и там же вы сможете найти ссылку под описанием к этому ролику на наш телеграм-канал с торговыми идеями и очень большим количеством аналитического контента, который точно поможет вам в принятии ваших, друзья, торговых решений. Сегодня традиционно для понедельника в 16.00 по московскому времени мы проведем вебинар и в течение дня в этом телеграм-канале проведем голосование относительно той темы, которую стоит обсудить. Несколько вариантов вам будет предложено, соответственно, та тема, которая наберет наибольшее количество голосов, сегодня будет приоритет. Друзья, вебинар проведу традиционно я. Если есть время, если есть желание разобраться в последних фундаментальных событиях или если есть вопросы, обязательно найдите время, подключитесь, с большим удовольствием буду вас всех наблюдать, друзья. Ну что, о текущей неделе. Сразу два важных события, за которыми мы будем следить. Это заседание ОПЕК в четверг и Нонфарм Пэрлс, традиционный пятничный релиз для первой недели месяца. Перед Нонфармами в среду мы ждем частную оценку того, насколько прогрессировал американский рынок труда в прошлом месяце от ЭДП. И Нонфарм Пэрлс сейчас имеет чуть ли не ключевое значение для нас, как для трейдеров, для инвесторов, для спекулянтов, неважно. Для тех, кто работает на финансовых рынках. Потому что мы, со слов Джерома Паула, сейчас обязаны следить прежде всего за американским рынком труда. И от того, как будут развиваться события там, как он будет прогрессироваться, меняться, насколько динамично будут создаваться новые рабочие места, будет зависеть то, как быстро регулятор начнет отказываться от стимулирующей монетарной политики. То есть сейчас основные идеи, которые транслируются лично с моей стороны. И я очень, друзья, рассчитываю на то, что вы разделяете какую-то часть этих торговых рекомендаций и сделок. Основной посыл связан с ожиданиями еще большего ослабления курса американского доллара. Потому что я, как фундаменталист, не могу поставить на укрепление той национальной валюты, за которой находится экономика, сталкивающаяся с таким большим количеством мер экономического стимулирования. И я не могу купить ту валюту, регулярно центральный банк, который, точнее экономики, проводит настолько мягкую экономическую политику. Я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, друзья, потому что я, в принципе, эту идею озвучиваю, транслирую на протяжении последних месяцев. И стараюсь вас убедить в том, что не могут быть такие условия, при которых ставка держится на таких значениях, как в США, не могут быть созданы условия для укрепления национальной валюты при той программе количественного смягчения, которая проводится в Штатах, 120 миллиардов долларов в месяц. Напомню, что после последнего заседания американского регулятора, фактически уже двухнедельной давности, были предпосылки выкупа доллара, потому что участники рынка решили, что ФРС испугался рост инфляции и, исходя из этого, может перейти к более жесткой политике раньше, чем в Турус. Но после этого на прошлой неделе состоялось выступление Паула в Конгрессе, в ходе которого он еще раз прокомментировал ситуацию с инфляцией и повторил, что рост инфляции остается устойчивым, но он обусловлен временными факторами, которые сейчас очень трудно прогнозировать, чтобы точно сказать, до какого значения может скакнуть инфляция и с какого уровня она начнет корректироваться. Поэтому ФРС, скажем так, локально отпустил свободное плавание индекс потребительских цен, но знает то, что к концу этого года инфляция начнет снижаться, потому что эффект вот этих временных факторов пройдет. И инфляция впоследствии в 2022 году стабилизируется рядом в пределах, скажем, целевых значений, которые будут находиться плюс-минус в районе 2%. То есть в ходе своего выступления на прошлой неделе Паула весьма однозначно дал нам понять, что сейчас в меньшей степени следит за инфляцией. Контролирует ее, следит за тем, что вот эта траектория роста, она обусловлена вот этими факторами, которые я назвал. Но показатель инфляции не является тем самым основополагающим, из-за которого может измениться политика американского регулятора. Что же тогда, друзья, для ФРС будет ориентиром для принятия новых решений? Этим ориентиром является рынок труда, где более-менее все понятно и предсказуемо. Здесь нельзя говорить о каких-то временных факторах, проблемных моментах, которые могут сойти на нет, поскольку завершится какой-то период после пандемичного отхода от тех негативных последствий, с которыми столкнулась мировая экономика. Здесь вот как есть в цифрах, так и есть. И в эту пятницу мы получим актуальные цифры за последний месяц. Проблемы с рынком труда сохраняются, имеются. И скажу так, что последний отчет по первичным заявкам на пособие по безработице, которые вышли на прошлой неделе, подчеркнули то, что показал дополнительно, что Паул прав касательно того, что ни в коем случае сейчас нельзя отказываться от стимулирующей политики, потому что рынок труда еще далек от идеала. Количество еженедельных обращений состояло 411 тысяч. И мы видим, что 400 тысяч какой-то неприступный уровень для этого направления. И без работы остается 7,5 миллионов человек. Я абсолютно уверен, что в эту пятницу статистика, скорее всего, даже разочарует, друзья, снова. Поэтому обращаю ваше внимание на то, что сейчас тот фон, который сложился, он вопит о том, что ФРС еще не время отказываться от стимулов. Если вам нужны дополнительные доказательства, пожалуйста, можем перебрать по порядку все отчеты, которые вышли в пятницу. Личные расходы, которые не оправдали ожидания экспертов. В большей части даже скажу, что эксперты следили за индексом личных расходов на потребление, который можно трактовать как опережающий индикатор инфляции. И была идея того, что если этот индекс в месячном выражении окажется стабильный рост, то инфляция снова может стать угрозой для американского регулятора и заставит регулятор раньше все-таки начать менять денежную кредитную политику. Но расходы базового индекса на личное потребление показали прирост меньше, чем ожидалось, 0,5%. Это месячная оценка, поэтому опасения касательно вынужденного и более быстрого ужесточения денежной кредитной политики собственно пропали пока что. Мичиганский индекс также 85,5% с 86,4%, но я имею ввиду, также разочаровал. Поэтому, друзья, общая макроэкономическая конъюнтура в Штатах пока что все-таки за то, чтобы ФРС сохранял стимулирующую политику. Если вы с этим согласны, то вы должны быть согласны с идеей того, что сейчас самое время, точнее сейчас не время отказываться от идеи продажи американского доллара и сейчас пока что ФРС продолжает заливать экономику деньгами вместе с властями. Нужно покупать американский фондовый рынок. Я надеюсь то, что вы прислушались с моим прошлым рекомендациям, потому что эти рекомендации принесли уже очень хороший профит. Я по-прежнему нахожусь в длинных позициях по S&P, по NASDAQ, и все это растет, друзья. S&P 4273 пункта, NASDAQ 14352 пункта. Евростокс, который мы также покупаем, я рекомендовал это делать раньше, сейчас котировки 4104 пункта, и мы также еще далеки от цели в 4500, это фактически больше 10% еще потенциального прироста. По другим идеям, рынок нефти 75-23 пока что вне сделок, ищу оптимальную точку входа, но вижу то, что рынок скорее всего пойдет на новые максимумы. Пять недель подряд роста, факторов для поддержки очень много, повышенный спрос, в частности, последняя статистика по количеству пассажиропотоку через пункты досмотра в аэропортах США, 2,1 миллиона человек за сутки, друзья. Это рекорд с конца 2019 года, точнее, это уже обновление максимумов, которые мы видели до пандемии. Запасы снижаются не только нефти, но и бензина. ОПЕК на этой неделе, как я и говорил, проведет заседание, в ходе которого, скорее всего, из-за восстанавливающегося спроса примет решение повысить уровень нефтедобычи на 500 тысяч. Но учитывая то, что рынок в целом находится в состоянии практически дефицита на 1,5-2 миллиона, 500 тысяч погода особо не изменит, поэтому я думаю, что ни в коем случае не нужно негативить по факту вот этого роста уровня нефтепроизводства. Нужно, если вы в длинных позициях и до сих пор их не закрыли, и, друзья, быть уверенными в том, что рынок пойдет на новые хайи. 75.23 и, возможно, на этой неделе мы сможем увидеть даже 77 и выше. Если будет какая-то хорошая точка входа повторно после того, как мы сделали уже цель 75 долларов за баррель, например, локальная коррекция, я об этом расскажу, тем более, что есть возможность встречаться и видеться каждый день. Еще один актив евро-доллар 1.1922 сейчас котировки. Здесь цель по-прежнему 1.18 и аргументация та же самая. Друзья, я пока что больше доверяю сейчас показателям рыночного настроения, поскольку большинство сидят в длинных позициях, трейдеров я имею в виду, рассчитываю на то, что прежде чем мы пойдем выше, я думаю, что в долгосрочной перспективе евро, я почти уверен в этом, будет стоить очень дорого по отношению к доллару, но сейчас можно устроить еще такой добой до поддержки 1.18. И золото, как осрочная сделка, стендер чартер, это, надеюсь, этот банк вам известен, 1.780 сейчас котировки рекомендуют покупать нам с текущих значений со стоп-лосса на отметке 1.770. Как раз в этой зоне находится уровень поддержки, который трейдеры держат в течение длительного периода времени. Если эта сделка, опять же, будет эффективной и в итоге до стоп-лосса мы не доберемся, возможно, как раз текущие котировки, текущий уровень будет первым этапом набора долгосрочной позиции на покупку золота. Давайте посмотрим, как будут обставить дела. На этом, собственно, все. Хорошей торговой недели. Всем пока.